Как можно развивать свой бизнес, если ты не знаешь, что такое STM? Они отслеживают то, что мы с вами покупаем, а завтра Ашан объявит себя банкротом. Халяль на самом деле тренд, такой очень вкусный и красивый бренд. Только ленивый не работает с STM, и только тот, кто не хочет зарабатывать деньги, не развивает свои private labels, если мы говорим про ритейл. Я сегодня буду рассказывать про еще один канал сбыта продовольственных товаров – это STM. Сегодня Халяль развивают уже такие крупные игроки, как Ашан, Магнит, то есть топ-5 ритейл-сетей их развивает. Но мы должны всегда помнить о том, что то, что продается на полках в ритейле, это то, что диктует потребитель. И даже если мы говорим про крупные ритейл-сети, находясь в определенных регионах, и не в федеральных, ни в Москве, ни в Питере, есть возможность работать с мелкими производителями. И здесь уже не будет идти речь об огромных заказах и мощностях, равных огромным холдингам. То есть всегда нужно понимать, в каком регионе какая потребительская способность. Опять вот, хотела бы утащить. Мы все знаем, что такое STM, собственные торговые марки. Это марки, которые являются брендами ритейл-сетей. И вот сегодня мы поговорим о том, что происходит с STM в ритейл-сетях. На сегодняшний момент немножко расскажу о статистике, о том потенциале, который возможен вообще, в принципе, для продовольственных товаров. Ну и, конечно, в разрезе халяль тоже сможем поговорить. В условиях современной экономики на сегодняшний момент STM является такой стабильной и очень популярной моделью развития бизнеса не только ритейл-сетей, но и также производителей. Нужно помнить о том, что данные исследования на сегодняшний момент показывают о том, что практически каждый девятый потребитель в России уже сегодня знает, что такое STM и более того активно является покупателем данных торговых марок. Например, 83% потребителей России регулярно покупают STM. То есть это говорит о том, что у российских потребителей доверие к товарам ритейла очень высокое. Также вот здесь предвидены цифры, 50% потребителей России знают правильное значение аббревиатуры STM. Я вам хочу рассказать такую небольшую историю, что мы как выставочная организация начали развивать проект по STM 5 лет назад. И 5 лет назад даже компанию, производственные компании, вот это здесь очень важно отметить, даже производственные компании, у которых на сайте было написано о том, что мы развиваем контрактное производство, мы производители STM, мы производители private label, мы ищем сети, при звонке, нашем звонке к ним в организации и с просьбе соединить нас с менеджерами отделов STM, нам говорили о том, мы не знаем, что это такое, мы не знаем, что такое private label, мы не знаем, что такое контрактное производство. Но вот здесь возникает вопрос, как можно развивать свой бизнес, если ты не знаешь, что такое STM. И наша задача, как организаторов выставки, и задача ритейлеров, и задача производителей, познакомить своего потребителя, что же такое STM, что такое частные марки. Здесь очень важно говорить о том, о цифрах, вот 83% потребителей России регулярно покупает STM. Это еще точно так же говорит о том, что мы как потребители с вами выбираем прежде всего качество. А вот STM это дешевый продукт, но дешевый он за счет того, что мы как раз выбираем цепочку дистрибуторов. То есть в случае работы с STM слово дистрибутор, оно как бы даже в принципе не фигурирует, потому что цепочка стоит следующим образом. От производителя мы поставляем продукты в торговые сети. И вот здесь очень важно, чтобы производитель был ответственным, чтобы поставщик, которого выбирает ритейл, он мог выполнять сразу весь комплекс работы. То есть от производства, упаковка, брендинг, а также логистика со склада производителя до склада ритейла. Очень важный потенциал роста диктуют также цифры, которые показаны сейчас на слайде. То есть 92% опрошенных покупателей, имеющих опыт с STM, заявили об удовлетворенности качества. То есть это говорит о том, что ритейлу в первую очередь выгодно, потому что это дополнительный маржа в его бизнес, а для нас, как для производителей, это выгодно развивать STM и работать с STM, потому что здесь есть потенциал. Потенциал роста очень велик. Если опять возвращаться назад, то где-то года два назад еще объем рынка был равен 3,5%. На сегодняшний момент он уже близится больше к 5% от общего объема. Понятно, дело, что цифра такая маленькая, но все-таки нужно понимать страну нашу, нужно понимать объем торговых сетей, и вообще, что такое 5% из общего объема доходов у сетей. Я хотела бы обратить ваше внимание на потенциал более детально. На этом слайде вы увидите соотношение доли STM в Европе и в России. У нас это 5%. В тот момент, когда в Европе доля STM в сетях приближается к 40%. Эти данные на конец 2016 года, я думаю, что в конце 2017 года они могут немножечко вырасти. Обычно принято говорить о том, что мы все время где-то позади, но на самом деле можно расценивать 95% как потенциал роста. Да, у нас доля STM в сетях достаточно маленькая, но тем не менее темпы, которыми мы развиваемся, они очень быстрые. Например, 5 лет назад, когда мы говорили о первых запусках Магнита, о первых запусках Ашана в ритейл в STM, на тот момент доля их была где-то 3%. На сегодняшний момент эта доля уже равна 10%. За 5 лет с 3 до 10 это большие шаги. Я хотела бы познакомить вас с исследованиями, которые показывают о том, вообще нужно сказать, почему STM выгоден ритейл-сетям и почему они хотят работать с ним. Потому что у ритейлеров есть такой огромный плюс следить за тем, что мы с вами покупаем. И на самом деле возможность дает им играться с ассортиментом. То есть они отслеживают средний чек потребителя, они отслеживают то, что мы с вами покупаем, и это формирует их ассортимент. Точно так же это рождает продукты в STM. То есть мы видим с вами, что покупатели чаще всего в свою корзину кладут продукты молочные, крупы, кондитерские изделия, чай, кофе. Это все те товары, которые они готовы покупать под STM. И еще хотела отметить, в самом начале начинала про экономическую ситуацию, то что кризис, он стал таким неким катализатором развития собственных торговых марок у ритейлера. Почему? Потому что мы с вами как потребители, мы стараемся найти качественные продукты, но по более дешевой цене. И вот здесь выигрывает STM, потому что известно, что производители STM и производители крупных известных брендов — это одни и те же компании, которые по логике вещей поставляют и готовят один и тот же продукт, просто заворачивают его в разную обертку. Соответственно, STM может производиться на одном заводе вместе с крупными брендами, но при этом на полке он будет стоить немножко дешевле, как раз сходя из того, что исключается цепочка дистрибутора, исключается любая маркетинговая компания, хотя сейчас, конечно, уже и на это тратят деньги сети. И поэтому товары выходят в свои конечные стоимости, для потребителя немножко дешевле. И вот здесь вот кризис, он сподвиг развитию STM, поэтому мы видим такие цифры в общем соотношении, то, что покупают потребители в сетях. И мы как организаторы выставки тоже делаем некоторые свои исследования, которые подтверждают только то, что происходит сейчас на рынке. Например, 61% наших всех посетителей заинтересованы в товарах продовольственных. Наши посетители являются ритейл-сетью и дистрибуторами. Это такая основная масса посетителей. Дальше уже идут крупные брендодержатели, которые тоже заинтересованы в развитии своих брендов и в их локализации. Но вот интересные данные, что вы помните на предыдущем слайде от Рамира, мы видим, что здесь молоко, крупы и кондитерские изделия, это топ-3 таких продуктов, в которых заинтересованы потребители. И на нашей выставке посетители точно так же ищут кондитерские изделия, чай, кофе, молочные продукты в меньшей степени. Но первый топ-3 — это кондитерские изделия, бакалей, чай, кофе. То есть здесь вам актуальная статистика, актуальные данные о том, что хочет ритейлер видеть на своих полках в сетях. То есть что его покупатели берут больше всего и что им нужно для производства. Соответственно, ритейлер будет искать на том же фудмаркет с производителей, ну если они там у вас зарегистрированы, будут искать производителей или через нас, или на других выставках, если мы говорим про халяль, они будут искать производители вот этих товаров для того, чтобы реализовывать свои частные марки. Стоит заметить, что мы вот сегодня говорили о том, что есть сейчас в ритейл-сетях под халяль. Это такой халяль на самом деле тренд. Он тренд не только в России, но и вообще в принципе во всем мире, если говорить про торговлю. Поэтому если сегодня нет халяля в такой большой массе, как у других продуктов на полках в ритейле, это не значит, что он не появится завтра. Просто нам всем с вами нужно над этим работать. И вот STM это одна из возможностей предложить ритейлеру свои мощности для того, чтобы сделать для него какой-то халяльный продукт и выставить его на полке. Под STM можно производить абсолютно все. То есть здесь, опять я повторюсь, у ритейлера есть большое преимущество в экспертизе. То есть они могут экспериментировать и запускать сегодня один STM, посмотреть, как потребители относятся к нему, закрыть его или продолжить его выпускать и выпускать его завтра. Развивать дальше свои линейки. Вот опять мы смотрели о самых успешных кейсах. Например, Бахитле очень активно работает с халялем. Причем у них есть какие-то свои отделы готового питания. Не какие-то, а у них отделы готового питания. И они там используют точно так же халяльный продукт. Поправь, Кирилл, если я неправильно говорю. У них, по-моему, два магазина в Казани, которые готовят именно халяль и именно готовую продукцию. А в общем у них, конечно, не халяль. Не халяль. То, что мы точно знаем, это то, что в сетях, например, в метро Кашинкере они начали самые первые, по-моему, по моим данным, в России развивать халяльные продукты. Соответственно, они ищут поставщиков. Если сегодня в их ассортименте какие-то мясные продукты, то завтра это может пополниться линейка других продуктов. Хотя если говорить об Ахитле, просто, например, даже не говоря вообще об Ахитле, мы давно общались с фрутоняне, вот они сейчас халяль выпустили, пресс-релизы пишут, вот недавно буквально. Они сетовали на то, что нет поставщиков, которые могут пройти по качеству, по каким-то качественным характеристикам. И то же самое говорит Ахитле. То, что производители продуктов, которые занимаются собственным брендом, ну им, мягко говоря, по барабану на СТМ, и они не видят в этом перспективу почему-то сейчас. Хотя это такой достаточно интересный способ развития своей компании. Каждый выбирает для себя свои пути. Опять, если говорить о том, что если у тебя есть завод, и он загружен на 100%, то понятное дело, что тебе не будет интересен СТМ и вообще какое-либо другое развитие. Такое бывает редко? Бывает, бывает. Знаешь, когда в нашей работе мы встречаем такое практически каждый день. Не звоните нам, у нас и так все в порядке. Ну, надеемся, что у них все хорошо. Но я говорю, опять возвращаясь к презентации, хотела отметить о том, что возможности СТМ, они безграничны. Здесь уже зависит все от потребителя. Вот мы, кстати, сегодня с Кириллом тоже обсуждали, я задавала вопросы, где все-таки покупать халяльную продукцию. В специализированных магазинах это здорово, и хорошо, что они сейчас растут, их появляется все больше и больше. Вот халяль-маркет, например. А? Холл-маркет называется? Зеленый такой, да? Все чаще-чаще их вижу, хотя год назад еще не было. Вы молодцы, наверное, способствуете развитию их бизнеса. Но все-таки я думаю, что и те люди, которые потребляют халяль, они так или иначе, может быть, и посещают ритейл-сети крупные, или магазины у дома. Пусть это не ритейл-сети, но магазины у дома. У нас такого формата магазинов тоже достаточно. И, наверное, сколько ты сказала? 3 миллиона производителей зарегистрировано. А сколько магазинов у дома есть? Торговых марок. А есть информация, вот сколько торговых точек зарегистрировано? Ну вот это вот все наш потенциал. 750 тысяч, куда можно сбывать все, что только мы предложим. Вот опять хочу вас вернуть к гигантам, да, и показать потенциал наш в STM. Топ-5 сетей. Магнит, карусель, пятерочка, ну топ-6. Ашан, Дикси и Лента. Вот их общий оборот и доля именно конкретной STM. У магнита 12%, у каруселя 16%, пятерочка 10%. Здесь очень важно отметить в том, что на сегодняшний момент самым популярным форматом магазинов является дискаунтер. Опять по определенным причинам мы все вынуждены по той или иной степени экономить и выбирать магазин. И вот в дискаунтерах лучше всего развивается STM. Опять, это не значит, что за счет качества, да, это за счет объемов, масштабов, за счет урезания рекламной кампании. Но вот опять к цифрам в Ленте, да, кто работал у нас с Лентой? Вот коллега Алик, да, он ушел с Лентой. В Ленте есть 11% их доли STM. В эту долю можно зайти еще и с халяльными продуктами, если есть что предложить. Это просто я вам привела как пример того, что уже сейчас есть. Например, в том же магните, где доля 12%. У них различного вида торговой марки их STM. Начиная от соков, заканчивая молочными продуктами. У Ашана самый, наверное, известный на сегодняшний момент пример развития STM. Можно говорить на примере Ашана. У них марка каждый день, и они подвели такую интересную статистику, что каждый пятый продукт в корзине их покупателей – это продукт торговой марки каждый день. У них линейка огромная. Есть все, причем они ее дорабатывают, они ее дополняют. Они очень много внимания и сил тратят и уделяют как раз развитию каждый день. И мед, и масло, и замороженные ягоды, и все, что только можно представить. Вот азбука вкуса. Кстати говоря, я несколько раз уже упоминала о рекламной кампании. На сегодняшний момент тенденция и тренд являются таковым, что частные марки сети STM, они уже превращаются в их собственные бренды. То есть в борьбе за своего покупателя, потому что у нас очень много и гипермаркетов, и дискаунтеров, и супермаркетов. И у нас вот, несмотря на то, что кризис, точки, они только открываются и растут. В борьбе за своего покупателя ритейлеры, конечно, придумывают, открывают, читают, узнают, вводят, экспериментируют. И вот азбука вкуса – один из хороших примеров того, что происходит с STM, потому что они наняли брендинговое агентство, они придумали свой уникальный дизайн, они вложились в текстуру упаковки своих товаров. А мы с вами знаем, что азбука вкуса – это как бы премиальный сегмент. И здесь у сети вдвойне сложная задача, потому что перед их потребителями они очень сильно обязаны. То есть лояльность их потребителя, она очень высокая, поэтому их STM, он должен быть вот, ну вот, прям, как супербренд. И они тому пример, они сделали очень качественные продукты, очень красивые, интересные. Даже я, как потребитель, честно говоря, ведусь на… Несмотря на то, что я знаю, что такое производство, что и STM, и бренды, они на одной полке, но мне вот показалось, что азбука вкуса, они прям создали такой очень вкусный, красивый бренд. Опять вот к тому, что такое STM сегодня. Мы привыкли говорить о том, что STM это так вот взял, посмотрел, как выглядит там Johnson's Baby упаковка, скопировал, выпустил товар и пошел с успехом на полке. Но сейчас это уже все меняется, и STM превращается в свои бренды. Кстати, Dixie со своей торговой маркой D, они сделали вообще прорыв, они заказали даже телевизионную рекламу, но это вот очень дорого, да, если говорить про товары по STM, они заказали рекламу по телевизору, по радио и провернули такую компанию, сняли всю свою линейку D и рекламируют ее уже как бренд. Ну, обычному, наверное, пользователю или потребителю, когда мы смотрим эту всю рекламу и видим, что ну подумаешь D, ну Dixie, но мы понимаем, какая работа стоит за этим, то, что изначально это был риск продавать товары под маркой D своему потребителю, носить до него, что это качественный товар, но при этом немножко дешевле, но вот на сегодня это уже такой достаточно успешный сложившийся бренд, который даже может позволить себе рекламироваться по телевизору. Самым важным при работе с STM нужно понимать то, что STM это также дополнительная возможность для вас, как для бренда-держателя выйти в сети, то есть если вы работаете с сетью, как говорил Павел, я, кстати, 100% тоже согласна, что самый эффективный договор – это договор на год, потому что потом будешь смотреть, что происходит, если сеть видит, что их потребитель заинтересован в этом товаре, с вами никто никогда не разорвет связь. Ну, опять, никто никогда нельзя говорить, но чаще всего это бизнес-стабильная сеть, потому что сеть тоже заинтересована в том, чтобы товар расходился. И ритейлеры, они очень эффективны в продвижении своих STM, потому что у них экспертиза, в их руках знание о потребителе, а потребители сейчас диктуют все. Поэтому работая с ритейлером под STM, есть вероятность того, что вы как надежный поставщик зарекомендуете себя, и есть возможность выйти на полки и установить свое место там уже со своим брендом. Поэтому если кто-то еще не работает, рассмотрите возможность работать с STM. Если слышали, то копните туда немножко глубже, потому что сейчас я вот прочитала где-то на просторах, по-моему, генеральный директор Ашан сказал, что только ленивый не работать с STM, и только тот, кто не хочет зарабатывать деньги, не развивает свои private labels, если мы говорим про ритейл. Поэтому информации очень много, если что, задавайте вопросы, и я вам желаю успехов с развитием с STM. Я, кстати, хотела обратить ваше внимание уже на то, что делаем мы на выставке. Например, у нас есть премия, которую мы запустили под наш проект. Это единственная премия по STM на сегодняшний день в России и СНГ. И вот сети используют знаки качества и наши логотипы о том, что они победили уже в своих сетях. То есть тем самым помогают нам формировать доверие к нашей выставке и, соответственно, формируют доверие потребителя. Поэтому где видите значок private labels, знайте. Прошли проверку экспертизы, и товар хороший, можно покупать, можно смело готовить еду. Все. Спасибо. Если есть вопрос, готовы ответить. Я немножко дополню. По нашим данным, когда производитель начинает заключать договор с торговой сетью на STM, то в среднем 30% и более производства производителя должно переходиться на STM. И производитель должен обладать собственными сильными брендами, желательно во всех категориях премиум, средний, эконом, чтобы начать заниматься STM. Потому что часто можно видеть такие случаи, когда люди берут кредиты, покупают оборудование, расширяют, там STM у них растет. Сегодня вы делаете STM, а завтра я делаю STM. И ваше производство просто стоит. И надо очень аккуратно относиться к STM, потому что есть риск то, что от вас легко могут отказаться и другой будет делать. Торговая марка STM останется, а шановская производитель просто сменится. И поэтому надо рассчитывать тоже силы, когда пытаетесь заключить договор. Я здесь хочу добавить, что сколько людей, столько мнений, конечно, на тему STM. Но здесь не нужно исключать тот факт, что лично мы уже работаем с теми компаниями, которые много-много лет существуют на рынке и 100% загружают свое производство только под STM, отказавшись от своих брендов. То есть мы все так или иначе развиваем свой бизнес. Кто-то занимается выставками, кто-то занимается порталами. Но если мы ничего не будем делать и никуда двигаться, то у нас бизнес будет стоять точно так же, как бы и с STM. Конечно, иметь договор с Ашаном – это очень здорово. Но если у тебя все мощности заполнены на 100% с Ашаном, а завтра Ашан объявит себя банкротом, а у нас такое везде и повсеместно, не дай бог, конечно, но сети иногда объявляют себя банкротами. Все, вы лишились, как бы, в принципе, своего бизнеса. Здесь нужно искать другие каналы. Поэтому я всегда за то, чтобы были запасные варианты. И, конечно, на 100% мощности они никогда не загружены под одного покупателя. Ну, это по опыту нашего развития этого рынка. Ну, я про то, что уже собственные бренды иметь серьезные. Не обязательно. Примеры нашей выставки опять показывают, что свои бренды иметь не обязательно. И про такое условие, что 30% или нужно иметь свои сильные бренды, честно говоря, первый раз слышу. Поэтому я не буду спорить. Такое мнение, наверное, есть. Оно же родилось откуда-то. Поэтому, наверное, это большее исключение, нежели чем правило. Мы работаем с СТМ, с Ашан. И почему я должна продавать тот же самый продукт, но с торговой маркой Ашана, мясное изобилие, например, но дешевле? СТМ предполагает, что продукт дешевле. Это то же самое сырье. Это то же самое упаковка. Это тоже развитие бренда Ашан. Зачем мне это нужно делать, если я продаю ЭКОЛЬ, тот же самый продукт под торговой маркой ЭКОЛЬ? Вероника, спасибо большое за ваши комментарии. Низачем. Вы можете не продавать. Опять, СТМ – это дополнительная возможность для вас развивать свой бизнес. У нас я очень рада за тех производителей, которые работают и под своим брендом, и под брендами заказчика. То есть работают на основе контрактного производства. Но, поверьте, в России очень много отечественных производителей с очень хорошими мощностями, способностями, с хорошими продуктами, с качественными продуктами, которые плохо идут в свои бренды в силу разных обстоятельств, в силу нахождения в определенных регионах или в силу маленького свободного оборота для того, чтобы инвестировать в рекламу, в маркетинг, в продвижение и так далее. И они выживают с помощью загрузки мощностей под заказы ритейлеров. Или тех же брендодержателей. Это только лишь дополнительная возможность. А почему дешевле? Ну так потому, что вы же вкладываетесь в развитие вашего бренда. Вы же вкладываете деньги на рекламу, вы вкладываете деньги на дистрибуцию, вы вкладываете деньги на портал Food Markets. То есть это все в совокупности составляет цену вашего продукта. И в конечном итоге вы на полку в ритейл поставляете 300 плюс накрутки от настоящей цены вашего продукта. И вот в эту накрутку входит все то, что вы расходуете на продвижение этого бренда. Но STM – это только дополнительная возможность. И не более. И опять это дополнительные возможности для вашего бренда. Вот на вашем примере вам помогает STM удерживать ваш бренд на полках в Ашане? Или нет? Не помогает? Абсолютно нет. Это просто дополнительный доход. И все. Потому что этот STM уходит как продукт, не халяль. Для нашей специфики самая главная. У нас вся продукция халяль. И мы стоим в Ашане только лишь продавая свой ассортимент халяль, развивая эколь. А мясное изобилие, ну никто даже не будет читать, что это оптимум производит, что это эколь. Да, торговая марка Эколь, ну это юридическое лицо оптимум. Что производитель оптимум. Никто даже не подумает, что это тот же халяль, только лежит в упаковке под мясным изобилием. Ну вот лично я проверю. Если я бы была потребителем, я бы на эти моменты обращала внимание. Но опять рынок, он меняется. Вот сегодня, например, очень актуальна онлайн торговля. И казалось бы, кто бы мог подумать о том, что я вот, или вы, или масса других потребителей будут оказывать мясо онлайн. Ну это же немыслимо, его же надо потрогать, понюхать, попробовать. Утконос это один из наших важных покупателей, который развивается каждый год. И в прошлом году прирост его составил около 23% от 2016 года. Вот, это развитие онлайн торговли. Но Утконос это специализированная онлайн сеть по продаже товаров. А я говорю сейчас о той торговле, которую развивает тот же Ашан. И тот же Ашан, кстати, сейчас второй волной пошел в онлайн. Но первый опыт был не очень, потому что еще три года назад мы, как потребители, мы не были готовы к тому, чтобы заказывать. И Утконос пару лет назад тоже говорил о том, что у них все не очень хорошо. Это сейчас их показатели растут. Потому что мир меняется, и все меняется. Если раньше я тоже не обращала внимания на то, кто производит пармезан, но после кризиса мне очень интересно, откуда на российских полках пармезан вообще взялся, кто его производитель. То есть современная экономика, политика, она как бы диктует нам наше поведение и, собственно, то, что происходит в ритейле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...